И мы сегодня будем изучать определенную тему Истинное слово Или здравое учение Вы знаете такое выражение в священных писаниях Здравое учение Или то, что я сказал, это основное, такое основательное учение И мы слышим про те или иные организации Когда мы говорим, вот у них здравое учение Или наоборот, у них не здравое учение Я хотел поговорить на эту тему Почему я хотел поговорить Я однажды проснулся и эта мысль не оставляла меня Здравое учение Если вы от меня сейчас ждете конкретные пункты То забудьте про это Если вы думаете, что кто-то вам сейчас скажет Вот запишите по пунктам здравое учение То этот человек точно заблуждается Потому что Танах это настолько великая вещь И есть столько много толкований Что Бог каждому дает выбрать И есть основные вещи Но в принципе он каждый раз проверяет Как мы относимся к той или иной ситуации И мы сегодняшний день начали с таким экзаменом Потому что у нас произошло событие И я поднял такой вопрос Как бы мы отнеслись к человеку Может быть мы бы его побили Может быть мы бы его потащили в тюрьму Или надо его простить и отпустить Как относиться к нему? Как относиться к нему? И поэтому здравое учение Или здравый смысл Это как ты относишься к ситуации В которой ты находишься И в основном здравое учение Основы здравого учения В Новом Завете В большинстве с твоим написал Рав Шауль Апостол Павел Не то чтобы он написал Но он показал свое отношение К тем или иным пунктам Почему он это сделал? Те, которые изучают Священные Писания Любят читать Танах И я хочу ободрить вас Читать Танах и Новый Завет Потому что без этого Мы как слепые Мы видим, что Шауль Обарь в своей жизни много искушений И он был очень большим учителем Сильным Шауль Шауль постоянно был в путешествиях Где-то его принимали Где-то нет И иногда атаковали его учения И в разных местах В своих посланиях Он говорил Держись здравого учения Я хочу прочитать несколько мест Писаний Из написанного Рав Шаулем Но потом мы будем смотреть Параллельные места Там, где эта основа Есть в Туле И первое место Которое я хочу Чтобы мы прочитали Это послание к Титу Глава первая С восьмого стиха И он здесь говорит Не то чтобы здравое учение Но он говорит основу Послание к Титу Глава первая С восьмого по четырнадцатый Будь странолюбив Любящий добро Целомудренен Справедлив Благочестив Воздержан Держащийся Истинного слова Согласного с учением Чтобы он был силен И наставлять В здравом учении Или в основополагающем Учении И противящихся Обличать Ибо есть много Непокорных Пустословов Обманщиков Особенно изобрезанных Каковым должно Заграждать уста Они развращают Целые дома Учачему Не должно Из постыдной Корысти Из них самих Один стихотворец Сказал Критяне Всегда лжецы Злые звери Утробы ленивые Свидетельство Это справедливо По сей причине Обличает строго Дабы они были Здравы в вере Не внимая Иудейским баснем И постановлением Людей Отвращающих От истине О чем здесь Пишет Шауль Шауль Вместе с Светом Зашло Очень много Итьмы Такое происходит Постоянно И всегда нужно Знать Как уметь Различать И конечно В то время Было еще Очень много Мало Очень мало Учителей Из-за Язычников И в основном Все учителя Были Иудеями Потому что В их руках Была истина И не все Иудейские Учителя Были в то время Честными Ребятами И он здесь Говорит Они учили Различным Учением Павел Здесь Называет Это Бабушкины Басни И он Тогда Говорит Здесь Обращайтесь К первоисточнику К письмам Которые Посылаю Я Которые Посылал Петр Которые Посылали 12 апостолов Для того Чтобы Вам Различать Истину И здесь Не только Иудейские Учителя Но также И языческие Например Здесь Написано Про критян Критяне Всегда Лжецы Злые Звери Утробы Ленивые Я расскажу Вам Настоящую Историю Вы Конечно Слышали Что Где-то 20 лет Назад Распространилась Евангелие В Китай Слышали Про это Да И там Было Такое Пробуждение Что Не Десятки Тысяч А Миллионы Людей Кай Они Шам Маспари Шел Шло Шмот Миллион Арбам Миллион Ищ Бау Ле Муна Б Масхи Я слышал Что 300-400 Миллионов Людей Пришло К Вере В Мессии И Вы знаете Что Китай Это Страна Которая Просто Пропитана Идолами И атеизм И когда Возникла Там Вера В Мессию Возникли Разные Глупости Кто-то Услышал Неправильно Кто-то Специально Учил Неправильно И нам Всегда Нужно Опасаться Таких Вещей Потому Что Сегодня Мы Живем В мире В потоке Информации И ты Можешь С дома Не выходить Или даже С постели Не выходить Просто Возьмешь Свой Телефон И На тебя И Зальется Поток Информации И вот Шауль Говорит Очень Ясно Будьте Осторожны Потому Что Есть Очень Много Искушений Как мы знаем Что Какая-то Вещь Нас Искушает Здесь Он Пишет Очень Ясно Ты Как будто Они С тобой Говорят И вдруг В тебе Возникает Какая-то Горечь И тебе Хочется Оставить Этих Людей С которыми Когда-то Тебе Было Хорошо Ты Был В общине Все Было Вроде В Порядке Но Сейчас Тебе Говорят Этот Учил Неправильно Этот На тебя Посмотрел Не Так И Тогда Ты Думаешь Наверное Что-то Во И Будь Уверен Что Человек Который Тебе Дал Такое Горькое Чувство Он Именно С Этого Общества Он Может Быть Очень Умным Но Дух Неправильный В нем Ведет К Разделению Опять Я Говорю Когда Кто-то Говорит Вот Только Так Правильно Убегает Этого Человека В Танахе Есть Где-то От Пяти До Семь Провозглашений Которые Однозначны Их По-другому Не Поймешь Все Остальное Это Может Иметь Двойной Смысл И Потом Тебе Начинают Рассказывать Сказки Что Это Было Так Это Было По-другому Я Расскажу Один Рассказ Я Уверен Что Многие Вы Слышали Его Где-то 20 Лет Назад Еще Были Кассеты Помните В Магнитофонах Были Магнитофонах 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 Влияло На Очень Магнитофонах Магнитофонах Но Мы Согласно Писанием Понимаем Что Это Полнейшая Ерунда Потому Что Ад Это Духовное Место И Есть Только Какие-то Описания Какие-то Может быть Параллели Где Написано Скрежет Будет Плач И Скрежет Зубов Но Человек Современным Человеческим Языком Не Может Описать Это Место И То же Самое Связано С Небесами Помните Что Рав Шауль Написал Про Небеса Он Написал Я Увидел Что-то Что Просто Не Мир Тогда Знаете Что Там Существует Какая-то Проблема Я Не Сказал Не И Есть Место Где Мы Испытываем Различные Вещи Потому Мы Не Робот Потому Что Мы Не Робот Мы Люди Бог дал нам Желание И Следовать Какие-то Вещи Но Всегда Надо Делать С Апасение И Каждый Раз Когда Ты Встречаешь С Людьми Которые Тебе Дают Такие Нехорошие Чувства Убегать С Этого Места Мем Шик Маком Носов Шауль Медбер Шни Я Тимоте И Второе Место Говорит Шауль Это Второе Послание К Тимофею Второе Послание Мафею Первая Глава С Одиннадцатого По Пятнадцатый Стихи Он Говорит Стой Твердо И Держись Об Образца Здравого Учения Которое Слышал От Меня Которое Я Передал Тебе С Веро Любовь В Мессии И Шуа Ты Знаешь Что Все Асийские Оставили Меня Предали Меня Шауль Умер Они Лом И Бо Есть Шауль Говорит Я Не Стыжу Потому Что Я Знаю В Кого Я Поверил И Он Сохранит Меня До Того Дня И Он Говорит Держись Образца Здравого Учения И Потом Он Говорит Про Предательство И Здесь Я Хочу Определённым Образом Отнестись К тому Что Здесь Написано Есть Такие Культуры В Которое Предательство Это Такое Распространённое Явление В Славянском мире Это Менее Распространено И В Израиле Это Не Распространено Потому Что Люди Пытаются Поддержать Друг Друг Распространено Они Говорят У Нас Это Настолько Распространено Как будто Человек Идёт С тобой И Он Верен Тебе Но На Определённом Участке Пути Он Тебя Просто Оставляет И Предаёт И Когда Читают Эти Стихи Я Вижу Что Частью Здравого Учения Я Не Придавать Быть Человеком На Которого Другие Могут Положиться У Меня Есть Проблема Я Знаю Иногда Мои Друзья Свершают Ошибки Но Я Продолжаю Заступаться Может быть Потом Я Смогу Их Отвести В сторону И Сказать Здесь И Здесь Ты Сделал Неправильно Но Ты Поддерживаешь Тех Которые Принадлежат Тебе Поймите Меня Правильно Предательство Это Часть Нездравого Учения Мы Да Должны Исправлять Тех Людей Которые Ошиблись Но Не Предавать Их Если Ты Предал Кого А Потом Пытаешься Выстроить Новые Отношения То Это Возьмет Много Лет Пока Эти Отношения Улучшатся И С Божьей Помощью Можно Преодолеть Это И Нам Нужно Научиться Прощать Но Здесь Шауль Говорит Очень Ясно Держись Здравого Учения И Потом Он Вносит Этот Пункт Про Предательство Еще Одно Место Это Также Второе Послание Тимофея Четвертая Глава Откройте Второе Тимофею Четвертую Главу Второе Тимофею Четвертая Глава Псуки Мехадат Хамеш С первого По пятой Стихи Заклинаю Тебя Перед Богом И Господом Нашим Еще Мессией Который Будет Судить Живых И Мертвых В явлении Его И Царствия Проповедуй Слово Настой Во время Не во время Обличай Запрещай Увещивай Со всяким Долготерпением И назиданием Третий Стих Пасук Шалош Ибо Будет Время Когда Здравого Учения Лимут Габары Принимать Не будут Но По своим Прихотям Будут Избирать Себе Учителей Которые Рестили Был Слух И От Истинно Отвратят Слух И Обратятся К Басням Ты Будь Бдителен Во Всем Переноси Скорби Совершай Дело Благовестника И Исполняй Служение Твое Здесь Шауль Говорит И Он Как будто Пророчествует Про наши Дни Что Люди Будут Говорить Вот Это Мне Нравится А Это Мне Нравится Когда Меня Все Время Ободряют В школах Сейчас Есть Такая Современная Система Обучения Не Говори Ученику Что Он Сделал Ошибку Говори Что Все Будет Хорошо Как Не Говорить Ошибка Как Тогда Ученик Научится Различать Правильное От Неправильного Есть Такое Выражение В фейсбуке Кто На Русском Языке Пишет Правильно То Он Закончил Школу Точно 20 Лет Назад Почему Потому Что Тогда Нам Говорили Вот Так Это Грамотно Писать А Так Не Грамотно Писать И Это То Что Происходит Сегодня В Теле Мессии Все Хорошо Все В Порядке Нет Не Все Хорошо Проституция Это Проституция И Отношения Между Мужчиной И Женщиной Вне Брака Это Грех А Зависимость Это Зависимость Зависимость Мы Не Говорим Ясно То Человек Продолжает Так Поступать И Развивается В Этам И Приносит Плохой Плот Здравое Учение Что Значит Здравое Учение Я Хочу Открыть Второзаконие Шестую Главу Пэрэк Бо Нептах Тора Сепер Дварим Пэрэк Шестая Глава Мы Прочитаем С 4 Наверное По 19 Стих Я не знаю Если все Прочитаем Шаббат Махризим Шма Исраэль Адонай Елухей Ну Адонай Ехад Это Правозглашение Которое Мы Говорим Каждый Шаббат Слушай Израэль Господь Бог Наш Господь Единь Многие Принимают Это Правозглашение Как Молитву Это Не Молитва Это Моисей Который Получил Помазание Цветов Духа Он Стоял Перед Всем Народом Израиля Второзакония Шестая Глава С Четвертого Стиха И Он Провозгласил Те вещи Которые Являются Здравым Учением И Здесь Можно Истолковать Так Или Иначе Но Более Менее Если Ты Принимаешь Эти Вещи Тогда Ты В Правильном Направлении Путь Этот Все Еще Широк И Ты Пытаешься Иногда Ты Возможно Уходишь Или Направо Или Налево Но Если Эти Вещи Находятся В Тебе То Ты Не Потеряешь Свой Путь И Это Не Только Понимание Это Также И Про Дела Потому Что Знаем Что Когда Бог Судит Нас Он Не Судит Только Дела Или Только Наши Мнение Или Только Наши Мысли Он Судит Все Вместе Давайте Посмотрим Что Здесь Написано Первое Слушай Израиль И Самое Первое И Самое Главное Господь Бог Наш Господь Един Есть Про Господь Един Написано Столько Много Толкований И Каждый Из Нас Делал И Делать Ошибки В Отношения И Пытаются Объяснить Что В Одном Есть Три В Три Есть Один И Так Далее И Много Ошибаются Я Честно 15 Лет Назад Меня Пригласили Говорить В Одной Общине Я Начал Говорить Про Бога И Начал сравнивать Его Солнцем Который Физическим Телем В Вселенной Который Спускает Цвет И Также Дает Тепло И Когда Я Начал Сравнивать Бога Солнцем Что У Солнца Есть То И Другое И У Бога Есть То И Другое Я Потом Вернулся Домой Я Начал Плакать Я Почувствовал Как Дух Святой Обличает Меня Что Я Солнце Сравнил С Творцом Мира Это был Первый И Последний Раз Когда Я Говорил Про Троицу И Все Остальное У Меня Нет Проблем С Божественностью Мессии Но Троица Не Существует В Танахе И Для Этого Есть Причины Поэтому Однозначно Написано Господь Бог Наш Господь Един Есть И Нет Кроме Него И Когда Человек Принимает Это В Сердце С Определенной Запятой Я Маленький Человек Как Я Могу Это Понять Я Это Принимаю Как Так Как Это Написано И Мне Этого Достаточно Поверьте Мне Что Такое Решение Сохранит Вас От Многих Проблем Потому Что Это Не Отменяет Божественность Мессии Совсем Нет Но Это Сосредотачивает Тебя И Не Дает Тебе Говорить Суету И Знаете Какая Вторая Забоведь Не Произноси Имя Господа Бога Твоего Всуй Я Продолжаю Читать И В пятом Стихе Написано В Ахав Тебя И Люби Господа Бога Твоего Все Сердцем Твоими Все Душою Твоей И Всеми Силами Твоими И Об этом Есть Очень Много Толкования Но Я Хочу Сократить Одним Словом Весь Пятый Стих Можно Сказать Одним Словом Усилие Усилие Приложи Усилие Для того Чтобы Принять Это И Любить Его В Прошлом Мы уже Такое Не Знаем Парень И Девушка Вступали В Брак Не Потому Что Они Влюбились Друг В Друг А Почему Родители Между Собой Договаривались Это Все Работало А Любовь Возрастала Со Времени Я Не Говорю Что Сегодня Это Правильно Но То Что Связано С Богом Это Вот Так Оно И Работает Ты Получил Откровение От Творцы Мира Продисциплинируй Все Свои Глупости И Прилепись К нему И Там Автоматически Начнет Работать И Голова И Душа И Сердце И Это Слово Эта Вещь Тебя Сохранит От Глупостей Шестой Стих Посмотрите Шестой Дворим Перек Шесть Второзаконие Шесть Шесть Это Повеление Которое Даю Тебе Сегодня Должны Быть У Тебя В Сердце А Тем Зух Рим Э Ламадну Луаха Кефель Ба 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 Шита Кодемет Вы Помните Как Мы В Школах Советского Союза Учили Таблицу Умножения Мы Учили Наизусть И Многие Из Нас Когда Сегодня Тебе В Магазине Нужно Умножить Сколько Калькулятором Не Пользуется Своим Умом Почему Потому Что Это У Тебе Во Внутренности Зашло Но Если Заходишь Сегодня В Мажбир Л Цархан И Купил Четыре Пары Носков И Каждый Носок Нет Такого Стоит Два С Половиной Шекеля Десять С Половиной Молодая Девочка Открывает Калькулятор И Считает Тебе Сколько Ты Должен Заплатить Есть Дворим Кמו Есть Такие Вещи Когда Он Един Я Не Предаю Его Есть Такие Вещи Когда Мы Приучаем Наше Тело Нашу Душу Наш Разум Это Остается Внутри Нас Иногда Вы Слышите Этот Фильм Не Смотри Потому Что Там Говорят О Колдовстве И Это Может Увести Тебя От Веры Кто Такое Слышал Знаете Почему Потому Что Ты Этот Пункт Не Прошел Шауль Говорит Нам В Послании Коринфян Когда Ты Идешь На Рынке Не Обращай Внимание Идол Там Или Не Идол Ты Захотел Это Мясо Купить Иди Купи Мясо Боже Слав Небеса Потому Что Нет Идола В Этам Мире Только Бог Один Стереть Стереть Всякую Ерунду И стоять В истине Не бояться Я продолжаю Читать Седьмой Седьмой Стих Внушай Это Своим Детям Говори О них Когда Сидишь Дом И Идешь По Дороге Когда Ложишься Когда Встаешь Что Это Тяжелая Теология Это Что Очень Действие Когда Ты Везешь Своего Ребенка В школу Ты Благословляешь Его Во имя Господа И Когда Он Идет Спать Ты Спрашиваешь Ты Помолился А Когда Он Выходит Из Дома Ты Благословляешь Его Даешь Ему Привычку Делать Это В своей Жизни Это Теология О Лекиха О О Это Теология Вознесения Откровения Или Нет Конечно Нет Это Обычные Простые Действительные Которые Могут Сохранить Твоего Ребенка Если Какая Девушка Хочет Искусить Его У Него Будет Достаточно Сил Сказать Извини Я Не Могу Потому Что Не Так Меня Учили Потому Что Если Будут Знать Всю Теологию Но Эти Вещи Не Наход В Его Сердце И Он Уходит С Божьего Пути Тогда Какое Здравое Учение Он Сохранил Пятый Стих Восьмой Стих И Навяжи Знак На Рук Твои Будут Они Повязки Над Глазами Твоими И Напиши На Косяках Дома Твоего И На Вратах Твоих О Чем Здесь Говорится Мы Бо Зачем Уф Ин Кен К Шурим Ли Дворим Шела Шевшали Мамеш Там Мы Каким То Образом Связаны С Вещами Которые Можно И 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 Потрогать Простое И Толкование Этого Местописания Это Мизузот И Это Тфилин Вы Знаете Что Мизузот То Что Ставят На Косяках Дверей А Тфилин Это То Что Мальчики Одевают В Молитвы Может Я Обижу Чьё Понимание Я Не Против Молитвы Тфилином Но Я Не Совсем Уверен Что Здесь Говорится Про Это Тфилин А У Не Сомнение Что Когда Человек Растет В Религиозной В Ортодоксальной Атмосфере То Он Использует Эти Вещи И У Меня Даже Нет Сомнение Что И Шуа Пользовался Этим Потому Что Так Было Принято И Когда Мы Делаем Здесь Бар Митвы То Мы Даем Нашим Детям И В Нашей Традиции В Каждом Доме Есть Мизузот Я Сказал Что В Нашей Традиции Но Я Думаю Что Здесь Имеется Ввиду Нечто Физическое Буква В Руке На Иврите Написано Знак На Руку Это Решение Что Ты Твоей Рукой Делаешь Правильные Вещи Повязка Между Глазами Повязка Над Глазами Это Когда Ты Сохраняешь Свои Глаза От Плохих Вещей Эти Вещи Связаны С Предыдущими Стихами Когда Написано Напиши Их На Скрижалях Сердце Твоего И Я Опять Говорю Я Не Против Кипы Я Не Против Талита Я Наоборот За Потому Что Это Дает Нам Определен Атмосферу Но Если Мы Спускаемся К Духовному В Духовном Плане Эти Вещи Не Связаны С Кипой Тфелином И Талитом Они Связаны Только С Решением Нашим Делать Правильные Вещи Они Русели Кропа Сук Эсер В Эхад И В Штем И Я Хочу Прочитать Десятый Одиннадцатый Двенадцатый Стихи И Все Это Есть Молитве Слушай Израиль Когда Господь Бог Твой Ведет Тебя В Землю Которую Он Клялся Дать Отцам Твоим Авраму И Цхаку Якову Землю С Большими Процветающими Городами Которые Ты Не Строил Домами Наполненными Всяким Добром Которые Ты Не Сопирал Колодцами Которые Не Копал Виноградниками Оливками Рощами Которые Ты Не Сажал Берегись Не Забудь Господа Бога Который Увел Тебя Из Египта Из Земли Рабства У нас Здесь Есть Информация На Которую Мы Не Обращаем Внимание Мы Можем Посетить Какое-то Археологическое Место В Иерусалиме Или В Капернауме И Нацирати И Там Видели Груду Камней И Подумать Что Люди Наверное Жили В Таком Положении Слава Богу Я Живу В Другом Месте Честно Говоря Мы Не Молод 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 которые жили здесь и все это построили, скорее всего, были развитой цивилизацией. Но Бог из-за проклятий изгнал их. Если вы хотите больше узнать про это, есть учение мое, есть учение Димы, вы можете в нашем оазис-медиа послушать. О проклятии Ноя. Когда Ной проклял, и это проклятие действовало на семь народов, и Бог сказал, он нечтож их полностью. Потом Моше и Ишуа Бенун просто совершили это. И Бог сказал, когда ты зайдешь в этот покой, не забудь Господа Бога твоего. И для того, чтобы, короче сказать, может быть, вы слышали такую шутку. Один человек хочет перепарковаться. В оригинале это шутка про центр Москвы, но то же самое происходит и в центре Тель-Авива. Человек ищет стоянку и никак не может найти. Один раз мы с моей женой повезли Ширли, она должна была участвовать в концерте в Тель-Авиве. И мы поехали искать стоянку. И два часа, пока был концерт, мы все еще искали стоянку. Мы разочаровались, поехали в Яфу, паяли, и потом ее забрали. Но человек ищет стоянку в центре Тель-Авива и опаздывает. Говорит, Господи, пожалуйста, дай мне стоянку, всю жизнь буду служить тебе за это. Он еще не успел закончить молитву, перед ним машина выезжает со стоянки. Он говорит, все, 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 не надо, я справился. Здесь говорится об этом. Когда у нас что-то крадут, мы радостно молимся? Мы очень радостно молились сегодня утром. Не то, чтобы сильно радостно, но точно сильно. Когда кто-то болит, мы молимся. Но когда все очень хорошо, мы забываем. Это одно из основ здравого учения, всегда молиться. Посмотрите, что говорит Новый Завет. Когда ты радуешься, ты должен молиться, и в скорби тоже молиться. Я продолжаю читать 13-14 стих. Бойся, Господа Бога твоему, Ему одному служи, Его именем клянись, не следуйте другим богам, богам, которые окружают вас, тех народов. Весь Господь Бог твой, который с тобой, ревнивый Бог, его гнев вспыхнет против тебя, и он истребит тебя с лица земли. Брита Хадаша хозерет ал ота Псуким, авал Ба Цура Ахерет, и умерет, хатаим ле Мавет. В Новом Завете есть такое выражение, грех к смерти. Вы слышали про таку, да? Есть грех к смерти, и есть грех не к смерти. И это каким-то образом связано. Что значит грех к смерти? Это убийство. Это прелюбодеяние. Это идолопоклонство. Я не знаю, как работает тело и душа человека. Но когда человек начинает делать такие грехи, он так может спуститься к нулевому уровню, и я, в принципе, не сильно верю, что можно потерять спасение. Но если человек дает греху к смерти зайти в его сердце, он может убить то святое, что Бог взрастил в его сердце. Неув. Сегодня вообще прелюбодеяние не считается грехом. Когда ты смотришь телевизор, это как будто ты толстый, но ты какая разница, еще одно мороженое, десятое съешь. То же самое также относится к прелюбодеянию. Психология сегодняшняя психология нас наоборот ободряет. Ты можешь себе найти источник выхода энергией. Я хочу сказать, это очень рано нашу душу. Если ты сделал это и убежал от этого, то только Божьей милостью это совершилось. Вы, возможно, слышали не один раз. Те, которые были наркоманами и освободились. И потом, когда после 10-15 лет возвращаются к наркотикам, они могут умереть. Слышали о таком, да? Я хочу сказать, что прелюбодеяние и идолопоклонство или убийство это все с той же оперы. Если ты смог один раз совершить это, а потом убежать, не смей возвращаться к этому, ты потеряешь все. Я хочу прочитать еще несколько мест Писаний. Я закончил. Я сегодня долго говорю. 17, 18, 19. Неуклонно соблюдайте повеление Господа, вашего Бога, Его заповеди, установления, которые Он дал вам. Делай то, что правильно и хорошо в глазах Господа, чтобы у тебя все было благополучно, и ты вошел и обладел этой землей, которую Господь клятвенно обещал твоим отцам. Он прогонит всех твоих врагов пред тобою, как и говорил. В Новом Завете есть примерно то же самое. Ешуа говорит, тот, кто принадлежит мне, заповеди мои будет соблюдать. Здравое учение это не споры. здравое учение это не учение об Откровении, Вознесении, Первом Воскресении, Втором и так далее. Здравое учение когда мы можем соблюдать практические заповеди. не ругайся, не кради, благословляя окружающих людей, будь честным. Если ты должен сказать тяжелые слова, говори, но не обижай человека другого. это правильное учение. Все остальное спорно. И ничего не произойдет. Я хочу завершить и прочитать стих из Нового Завета из Послания Якова. Первая глава, 25 стих. Я прочитаю именно в переводе Давида Штерна, мне очень понравилось. Если же человек непрестанно всматривается в совершенную Тору, он подразумевает Мессию, дающую свободу, становясь незабывчивым слушателем, но исполнителем требуемых ею дел, тогда он будет благословен в том, что делает. Повторяю. Если же человек непрестанно всматривается в совершенную Тору, дающую свободу, становясь незабывчивым слушателем, но исполнителем требуемых ею дел, тогда он будет благословен в том, что он делает. когда человек смотрит на живую Тору, когда он уже связан с нашим единым Господом Богом, когда он уже принял решение, я иду за Богом и не смотрю по сторонам, он поход, есть лу ират Адонай, и он ходит в Божьем страхе, и он вкладывает своих детей, и благодарит Бога и в скорби и в радости, и он делает заповеди, что-то очень действенное, тогда он может прочитать все, что-то поймет, что-то нет, и он отвергнет от себя то, что нужно отвергнуть. И он не будет ходить и бояться чем-то заразиться. Давайте мы встанем и помолимся. Отец наш, я благодарю тебя за то, что дает нам жизнь. Я молюсь, чтобы ты позволил нам стоять в здравом учении через силу Иешуа. Я молюсь, Господь, чтобы ты помог всей нашей общине. Не только те, которые находятся здесь, но те, которые смотрят нас через интернет и стоять в благословении. Сохранин Асадзла Вашем Иешуа Аминь. 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 Пусть Божий мир хранит нас всех. Шаббат шалом, шаву атов и шалом всем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова